Девушки отдыхают 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 как-то на природу, там есть возможность побыть на море, на океане. Там есть возможность побыть с семьей и там лучше пишется. Потом московский ритм, он не дает возможности здесь работать творчески, поэтому я стараюсь все-таки там писать, записывать, а здесь это уже показывать по телевидению и по радио. Но по моим скромным расчетам, вы где-то в эпицентре событий в шоу-бизнесе, а тут в России где-то начиная 88-го года, где-то вот так наверное, да? 11 лет. Ну приблизительно. Приблизительно так. Скажите, ваша исходная позиция была же достаточно слабая. Вы из украинского маленького какого-то городка или чуть ли не из деревни, так что если человек родился уже там, то практически мало шансов Игорь, чтобы покорить Москву, да? Хотя многие об этом мечтают. Почему это получилось именно у вас? Ну, шансов мало. Почему? Все из других городов, практически в шоу-бизнесе все из других городов, все приезжие. И Лариса Долина, и Саша Серов. По-моему, москвичка, так говори, но я только Алла Пугачева, и то она, по-моему, из Московской области. Вот, москвичи несколько тепличные растения, и когда они родились, имея уже изначально московскую прописку, в те времена, это было очень важно. Вот, они не были настроены на серьезную борьбу. А из других городов ребята приезжали, они, конечно, возвращаться им не хотелось, им хотелось что-то доказать. И в число этих ребят попал и я. Я не могу сказать, что первые опыты мои были удачные здесь, в Москве. Ну, как бы мне помогло то, что я... Простите, вы считаете, что провинциалы просто по крупе крови своей, они просто более пробивные, более сильные, потому что отступать некуда, да? Ну, провинциалы плохое слово, я как-то обхожу его, обхожу, потому что она жесткая такая... А как можно сказать? Ну, она немножко унизительная такая, провинциалы, что-то есть в нем такое. Поэтому я называю из других городов. А, он верит. Да? Вот. Ну, они, конечно, заряжены больше на борьбу и на результат. Так, так было так тогда. А сейчас, сейчас нет. Сейчас москвичи пытаются как-то что-то... Вы в Москве появились в каком году? В 79-м. В 79-м. Практически вы тут, как говорится, в пустую провели 9 лет и ждали своего часа, да? Я в пустую не проводил. Ну, в смысле, но мы узнали, что вы тут находитесь только в 88-м. В этом смысле, я говорю. Ну, все эти годы я аккомпанировал. Я аккомпанировал и Валентине Толкуновой, и Володе Мигули, и Леониду Сметанику. Играли мы разную музыку. И романсы, и песни, и современные песни. Поэтому этот опыт не прошел даром. И в плане аранжировки, и в плане опыта, дальнейшего опыта написания песен. Я не жалею об этих годах, которые я был как аккомпаниатор, и в этом качестве работал на фирме «Мелодия», и работал на радио, и снимался на телевидении. Пусть это было каким-то 20-м фоном, но все это потом пригодилось. Вы аккомпанировали на портепиано, да? Или на баяне? Я во всех тональностях, для всех национальностей. Я могу на баяне, могу на аккордеоне, могу на рояле. Но вы должны очень хорошо владеть инструментом, потому что я... Очень хорошо не получается, если играешь на все. Да? Да. Но я закончил школу, как бы, я не из-за училища как теоретик, институт как дирижер, консерваторию учился как композитор. В общем, поэтому на всякий случай все есть. Понятно. Скажите, сейчас бывают вообще какие-то моменты где-то в компании? Баян у вас вообще дома есть, да? Нет. Нет? Но я оказался в одной компании недавно буквально. И учитывая даже то, что я лет 20 не брал баян, а обстановка была соответствующая, я взял и вдруг все песни звучали. Так что... Совершенно нормально, да? Да. А скажите, значит, для баяна вы ничего не написали в последние годы, да? И не писал. Да? А баяна, где-то вы пользуетесь, где-то при записи, это же какая-то эксотика, нет? Нет. То есть с баяном покончено все, раз и навсегда. А это правда, что вы с Валентиной Долкуновой даже имели гастроли в Америке? И билеты стояли пять долларов. Значит, она пела, и вы аккомпанировали на баяне, да? Ну, назвать это гастролями тяжело. Это было, бог знает когда, и это была поездка по линии общества Родина, встречи с отечественниками. Это очень давно было. Но тогда это был большой шанс видеть в Америку, да? Да. Это был один из немногих шанс поехать. И вот было какое-то празднование, по-моему, Аров парк назывался такой в Америке. Там русские жили. И вот они пригласили Валентину Долкунову. Но уже я оказался там, и коль там не оказалось рояль, я аккомпанировал ей на баяне. Но изначально уже билеты написали. На билете было написано. Значит, русский баянист, яблор крутой, цена пять долларов. У вас плакаты еще остались, да? У меня есть. Да. У меня нет, мать собирается. Я периодически зайду к ней и вдруг увижу такое что-то. Да? Ну, у вас достаточно хорошее образование, потому что своей юности, молодости вы даже преподавали где-то в музыкальной школе, сколько мне известно из вашей биографии, не просто, понимаете, там что-то, как, я не знаю, рояль или баян, а теорию музыку, это же надо знать, сольфейджио, гармонию, полифонию и истории музыка, кажется. Так что у вас база достаточно хорошая и плотная. Но, к сожалению, это... Спасибо. Спасибо. Говорят, что вы в последнее время вообще перестали есть, да? Нет, почему не так? Это что, американский образ жизни? Нет. Постоянные прогулки в Центральпарк? Я продолжаю есть, я просто плаваю перед сном, поэтому ощущение, что я не... Вы плаваете перед сном? И сколько километров, если это не секрет? Один километр. И вы хотите сказать, что вот такие потрясающие результаты, да? И сколько лет вы этим уже занимаетесь? Год. Год, да? И только результаты только сейчас, да? Ну, я не знаю. Да? Вам виднее. Значит, в отношении теории музыки мне не так и не удалось преподавать теорию музыки, хотя по профессии я теоретик. После училища я получил направление преподавать музыкальную школу, но там не было свободных часов, как тогда это называлось, и я преподавал баян. Вот. А потом я уже поступил в институт дальше. Я просто это имею в виду, потому что есть и многие известные композиторы, которые, на самом деле, никакого музыкального образования не имеют, и просто практически даже люди начинают песни, не зная нотной грамоты, да? Есть и такие. Но я бы не... То есть вы не из той серии. Я бы не хотел так пренебрежительно о них говорить, потому что песня это такая штука серьезная, что иногда в ней не нужно образование. Может быть, автор, начинающий, молодой парень какие-то поймает и напишет интонации, которые не напишет профессионал, закончивший консерваторию. Да, это не будет долгоиграющей, это не будет много песен, но те две, три или те пять, которые напишет этот автор, и которые выдаст эти свежие интонации, с ним не сможет сравниться профессионал. Поэтому в песне, в песне эта штука серьезная. На самом деле жанр очень серьезный. Серьезный, да, но не обязательно в нем быть профессиональным музыкантом. Понятно. Желательно, но не обязательно. Скажите, вот когда вы пишете песню, значит, какая ваша цель? Я понимаю, что песня это не творчество в том плане, что это только творчество, хлебом не корми, та и только творить и песни написать, да, чтобы народ пел. Эта песня, это товар, вы должны это как можно дороже и в прямом и переносном смысле продавать потом, да. Скажите, что вы хотите, то есть продать эту песню вот сейчас, на всю минуту, чтобы из этого получился шлявер, или вы хотите, чтобы ваши песни звучали, я не знаю, через 20, через 30 лет? Об этом вы думаете? Я даже не думаю о том, что мои песни звучали через 20 лет, они не будут звучать через 20 лет. Почему вы так уверены? Потому что песня скоропортящийся товар, и я не написал «Подмосковные вечера». Вы уверены? Да. Это выясняется только через 30 лет? Поживом мы увидим. Ну, дай бог, дотянем, чтобы убедиться в том, что я прав. Но я не думаю, что я написал «Подмосковные вечера» или что-то в этом роде, поэтому и не претендую на это. Я пишу песни. Раньше показатель был, если песня пелась в ресторане. И очень хотелось написавшую песню, чтобы песня звучала в ресторане. Сейчас очень хочется, чтобы песня звучала в радиоволнах на эфеморских частотах. Мы как-то были в жюри конкурса «Ялта». Володя Матецкий, Слава Добрынин, еще кто-то, по-моему, из автора, по-моему, Игорь Николаев, я не помню. Люди опытные. И вот мы сидели, обедали в ресторане, и в это время играл оркестр. И вот мы с напряжением сидели и ждали, чью песню будут играть. И это был такой хит-парад сиюминутный. И это было счастье, когда звучали наши песни. Поэтому сейчас несколько изменилось. Ресторан не является как бы хит-парадом, а является радийная раскрутка, является рейтинг артиста, который спел твою песню, продаваемость артиста и продаваемость кассет носителей с этой песни. Поэтому важно сейчас очень написать хит. Что вас больше интересует сейчас, когда вы уже являетесь таким хит-мейкером в течение десяти лет? Вас интересует слава до сих пор? Хотя слава достаточно быстро, надоедая. или вас интересуют деньги? Меня не интересуют деньги от написания песен. Меня не интересует. Да, придет когда-то время, когда авторские гонорары будут такие, что их будут достаточно на прожиточный минимум. Авторам на сегодняшний день это не так. К счастью, у меня есть бизнес, у меня есть фирма Арс, в которой я работаю президентом. У меня нет необходимости писать только на какой-то результат песни и продавать ее конкретно исполнителям. Я вообще не продаю песни. Но вместе с тем называть меня так однозначно вот 10 лет хит-мейкером нет, это не так. Это не так. И в последнее время сказать, что я написал такую песню, которая как бы звучала по-настоящему. Но, наверное, последней песней это был незаконченный роман, была любовь, похожая на сон. Но таких песен немного в творчестве. Что не получается, да? Да нет, я не могу до конца понять, что сейчас надо. Да? Все-таки, все-таки, когда вы пишете песню, это не свободное творчество. Вот, значит, мне присутствует Для меня это свободно. Ты все-таки должен знать, для кого, что, каким образом и так далее. А иначе как? Конечно, нет. Я понимаю, да. Я все понимаю, я просто задаю идиотский вопрос, потому что, учитывая, может быть, кто-то... Я постараюсь, не идиотские ответы, но откровенно. Вы, кстати, вообще очень хорошо даете интервью. Я первый раз вообще слышу, как вы говорите. Для меня сюрприз, потому что мне показалось по телевизионной картине, где вы в авторских вечерах валяжным видом играете на рояле, так сказать, все аплодируют, все, так сказать, в восторге от вас. И мне показалось, что вы, как Раймонд Пау, в свое время, что очень неразговорчивый, так сказать, вот такой тихий, такой флегматичный и так далее. Но когда я читал сегодня ночью и готовился, значит, к этому интервью, какие-то едкие интервью, что мои пишущие братья с вами сделали на страницах разных московских газет, но это вообще, то есть, совесть надо иметь, и вы очень достойно себя вели в этом отношении, так что вы гениально, хорошо даете интервью. Спасибо. Да, вот так, такой монолог. Ну, действительно, в последнее время, в последнее время как-то мне достается, особенно от аргументов и фактов, не знаю, с чем я, или ростом я не вышел, или прическа моя им не нравится, не знаю, но как бы они за меня взялись, но опускаться на их уровень не буду. Хорошо, Игорь, сейчас многие ваши коллеги, хотя, не знаю, они говорят об этом или не говорят, вам завидуют, это абсолютно понятно, это естественное, какое-то человеческое состояние, завидовать кому-то, я это так считаю. В свое время, когда вы аккомпанировали Долгоновой и вы не были известным композитором, вы кому завидовали? Ну, зависть вообще-то не хорошее чувство. На этом и знание, да. Если я и завидовал, я не черной завистью завидовал. Я действительно завидовал в какой-то момент Игорю Николаеву, потому что было ощущение, все, что он не напишет, становилось хитом. И это настолько легко делалось, даже какие-то вещи в моем присутствии. Стихи, стихи, музыка, музыка, Пугачева спела, айсберг, расскажите птицам, Комарова, все, просто фонтан какой-то был. Я по-доброму завидовал ему, как может в этом молодом человеке такая быть, столько всего, столько эмоций, столько энергетики. Я завидовал Раймонду Вальдемаровичу, потому что он играл вот три ноты, но играл так, и такой артист был. Я ему по-доброму завидовал, как народ внимательно смотрел, как он вот эту ноту так вот брал и по-доброму завидовал. И потом мы с ним достаточно подружились и несколько раз встречались, достаточно часто встречались. И все встречи были обоюдо положительными какими-то и уважительными. Я очень уважаю этого человека. А больше я не могу сказать, что я... Нет, наверное... Ну, западному можно всему завидовать, потому что там совсем другие технологии, другой подход к шоу-бизнесу, другой подход к песне. Я запад не беру. Я беру то, что рядом, и то, что на слуху, и на виду. Я помню, где-то 10 лет назад очень... Ну, некоторые ваши очень знаменитые коллеги, значит, у них была такая болезнь, тогда, значит, можно было уже поехать на Запад, кто-то там увиделся с Полом Маккартни, кто-то там видел, я не знаю, кого-то там. И, значит, у всех было такое впечатление, что вот чуть-чуть еще, и, значит, получается огромная мировая карьера, что Маккартни бы, или, я не знаю, Мелтон Джан, или кто-то там еще будет петь Мадонна, да? Твои песни, интерес огромный и так далее, и так далее. И артисты, которые вам тоже небезызвестные, которые со страшной силой стали петь по-английски, значит, подражая очень знаменитых исполнителей. Вы как-то обходите. Да, да, да. И считали, что вот через пять минут начинается мировая карьера. У вас такой болезни никогда не было? Нет. Трезво вы оцениваете возможности? Трезво оцениваю свои какие-то успехи и свои возможности, поэтому, может быть, я как-то стабильно держусь. Но не пробовать себя на Западе тоже была ведь ошибка. И те ребята, которые ездили, пытались, и вот те фамилии, которые вы обошли сейчас, они правильно сделали. Не попробовать это нельзя было, не попробовать. Тем более тогда на волне перестройки, на волне гласности, когда был интерес ко всему советскому, ко всему русскому. Но, к сожалению, ничего не получилось. Ничего не получилось. Причем ни у кого, да? Практически так. Ну, я считаю, что был успех у замечательного покойного Вити Резникова, потому что его песня попала в журнал Billboard и достаточно долгое время продержалась. А это очень высоко в рамках Америки. Ну, все остальное, ну, были успехи Парка Горького, были успехи, в последнее время успех Линды, подписан с ней контракт. В конце концов, появление Филиппа Киркорова на Гремии Волт, это тоже успех. Но, все-таки, мне кажется, это еще пока домашняя радость. Если кто-то пробьет эту брешь, это будет действительно... Сейчас вы, когда гуляете по Мангаттену, значит, вы думаете о том, что же сделать, чтобы удивить Америку? Или вы совершенно спокойно живете в этом городе, не имея никаких соответствующих амбиций? Урмас, я все пытаюсь вам доказать, что я живу в Москве. Вы меня все поворачиваете, что я гуляю по Мангаттену. Что я думаю, когда я гуляю по Мангаттену? Я думаю, чем я буду заниматься, когда я вернусь в Москву? Вот о чем я думаю, когда я гуляю по Мангаттену. И достичь каких-то высоких успехов в Америке, и тем более в шоу-бизнесе, я даже не ставлю таких задач. Но, где-то от того, что наступил момент, и мне хочется попробовать себя в инструментальной музыке. Где-то мне хочется отойти от песни на время. И я сейчас заканчиваю альбом инструментальной музыки. В Нью-Йорке я записываю, и я надеюсь, в сентябре он выйдет. Это будут 10 композиций, которые я играю на рояле. В записи этого альбома приняли участие два американца, саксофонист и гитарист, что, я думаю, повлияло на качество этого альбома в музыкальном плане. В конце июля я сниму два клипа на музыкальный материал этого альбома и представлю сегодня на ваш суд вот что-то новое в моем творчестве. Надо же как-то меняться, надо что-то новое показать. А с песней я подумаю, что дальше, как я буду писать песни, для кого. Значит, в этом смысле, что касается песни, не самые лучшие времена для крутого? Для меня, да. Ну, плохих времен не бывает. Просто на сегодняшний день молодежная культура, она как бы накрыла, накрыла своей волной все, что происходило, эстрадную песню в таком виде, в каком она была. И я думаю, что придет момент, пройдет какое-то время и смогут так же, как в Америке, как в Англии, сосуществовать. Там группа Гарбич и Майкл Болтон и Мадонна, и Квинси Джонс все сможет сосуществовать. Но на сегодняшний день может быть, это связано, не может быть, а точно связано с экономической ситуацией в стране. Потому что люди, которые ходили на эстрадных певцов, люди там старше 30, старше 25, они сейчас стоят перед дилеммой купить им хлеб, колбасу или же идти на концерт. И они выбирают хлеб и колбасу и винить их за это нельзя. Молодежи более демократично относятся к билетам, концертам. Они на последние 4 рубля купят билет, на концерты пойдут на любого исполнителя. Поэтому сейчас, может быть, вырвалась такая молодежная культура, а дальше все выроняется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что известные артисты тут в России достаточно хорошо обеспечены. Так что, если я знаю людей, которые берутся в сольный концерт 50 тысяч долларов, я считаю, что это не очень мало. А вы продолжаете все, не называя фамилией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, да. Я человек очень деликатный. Так что, в этом смысле, безусловно, конечно, есть, хотя Россия огромный рынок, но такая русская песня или российская песня, советская песня, это всегда был жанром очень специфическим, понимаете? Вы, наверное, это лучше знаете, чем я и чем многие телезрители. Вашим пробивным хитом стал в 88-м году хит Мадонна. В 87-м. В 87-м, вот видите, в исполнении Александра Серова. Ну, с Серовым вас связывают многие, многие, я думаю, ностальгические воспоминания из города Николаева, где вы вместе работали в ресторане, да? Скажите, Зеров в каком-то смысле является вашим приоритетом, потому что он все-таки пел ваш первый хит и сделал вас знаменитым в этом отношении, потому что его исполнение. Или вы отошли от Серова? Ну, сейчас мы действительно не общаемся ни по-человечески, ни творчески, и это связано с многими там проблемами и отношениями, жили себя, но он на сегодняшний день, даже на сегодняшний день он является для меня эталоном вокалиста. Его место никто не занял на эстраде. Вот такого вокалиста, вот такого мужского бембра. эстраде, но вы же избегайте фамилии, продолжайте избегать. Я, так сказать, решил, что все-таки можно произнести это. Я считаю, что Саша замечательный певец, замечательный музыкант, и саксофонист, и человек с замечательным вкусом, и я верю в то, что еще придет его время, так как все идет по кругу, пройдет какое-то время, он сознательно уже гробит свою популярность лет пять-шесть, и никак до конца не загробит, и, я думаю, придет момент, когда он опять поднимется. Значит, оказывается, хорошие певцы и певицы, часто так бывает, не слишком умные люди. Это я в общем говорю. А, в общем? я это говорю. В общем. Ну, все бывает, но ведь есть и Валерий Леонтьев, мозгам которого могут позавидовать и не артисты, а и философы, и искусствоведы, и люди, знающие поэзию, люди, знающие искусство, причем знающие досконально, я думаю, что они могут позавидовать Валерию Яковлевичу, человеку-певцу с таким интеллектом. А скажите, Игорь, вы полным идиотом можете затрудничать? Ну, он идиот, но очень хорошо, значит, ну, карьера колоссальная, публика принимает, ну, фантастика, что происходит, просто миллионы продаются диски, кассеты и так далее. Или вам все-таки надо, чтобы был, ну, так, понятен? какое-то время, какое-то время смогу. Да? Случаи были такие? Ну, были, но без фамилии. Понятно, понятно. Что надо для того, чтобы попасть к вам? В качестве кого? В качестве исполнителя, я не знаю. Моих песен? Да. Ну, надо, чтобы мне понравился этот артист, его тембр, его голос, он как личность, и чтобы мои песни легли на все его мастерство локальное. В этом смысле у вас, наверное, достаточно капризный вкус, да? То есть, но трудно, чтобы соответственно от вашей природы. Мне тяжело найти. Да? Потом, такое время, я уже о нем говорил, мне ведь тоже приходится меняться. И наступило время, когда пафос никто не должен включать. Вот для меня, например, сейчас мысли какого-то молодого продюсера или молодого аранжировщика или звукорежиссера, они мне интересны, потому что это сейчас мои университеты. Хотя там, Игорь крутой, Игорь крутой. А мне интересно вот с этим парнем, который вот что-то сделал из последних проектов, что-то у него получилось. И мне интересно его видение всего того, что происходит. Поэтому сейчас время учиться. и мне, и моим коллегам. Потому что происходит. А к чему это я говорил? Классический такой вопрос. Сколько надо сейчас денег, чтобы сделать себе карьеру? тут не имеет значения. То есть ты талантливый, ты вообще можешь петь, не можешь петь. Чтобы делать себе карьеру певца, эстрадного певца, участвовать в шоу-бизнесе тут в России. Говорят, эта ставка где-то около полутора миллионов долларов, да? Ну вот сейчас как раз такое время, когда нисколько не надо. Надо просто показать талант и надо показать, что у тебя есть энергетика, у тебя есть способность, чтобы твои мысли, твой талант летел до слушателей. все. Талант это что в вашем деле? Талант ну это возможность, возможность влиять на зрителей, вызывать у них эмоции, которые в итоге заставят их прийти на твой концерт, купить твою пластинку, это в нашем деле. Может быть это несколько заниженная оценка таланта. Талант это Моцарт, это я говорю о способностях. Талант это очень громкое слово. Речь идет о способностях, конечно. Способных людей много. У одного получается, карьера у другого нет. Его величество случаев еще присутствует во всем. Его величество случаев, потому что даже когда Саша Серов стал Сашей Серовым, ведь Саша пел до Мадонны, он пел лет 10 не хуже, чем он пел в 87-м году. Но все говорили, ну Тон Джонс, ну все. И наступил момент, когда именно... А он всю жизнь был Том Джонсом? Он родился уже был Том Джонсом. Я думал, что он потом это придумал, нет? А, он еще, да, совсем. Как раз в 67-м году или в 66-м по-моему, вышел альбом Том Джонс Ливен Лас-Вегас название Пластинки, там живой концерт из Лас-Вегаса Том Джонса. И вот тогда мы все сошли с ума от этой пластинки и сдирали эти аранжировки. А Саша сдирал пение о Том Джонсе. И вот потом он нашел как применимо к русскому языку все это. Так почему я опять это говорю, а, у нас такой вопрос был. Нет, пожалуйста, не поставьте меня неловкое. Ну, вы понимаете, что вы с человеком в возрасте уже говорите? Да, Сколько вам лет, кстати? 45 будет, после завтра. 45 будет, да, послезавтра? 29 июля. Кольцо карте сами купили или подарили? Это жена. А, жена, хороший подарок. Скажите, пожалуйста, а вам? Я сам. Я сам купил. это действительно совпадение у нас кольца одинаковые. Ну, то есть, одинаковые, да. Но у меня на правой руке. Да, вот так, да. Но я еще жду, пока можно, так сказать, переставить сюда. Мы остановились, когда мы говорили о музыке, не о том, что человек талантливый, а просто способный. Вы способный композитор, как вы, так сказать, сказали, да. Скажите, в бизнесе это же совершенно, совершенно другое дело. Вы способный, вы талантливый или вы гениальный? В бизнесе. Да. Да я не бизнесмен, если быть откровенным. Здравствуйте. но как-то ребята собрались в фирме Арс, очень хорошие ребята. Вот. И и как-то сообща мы все делаем. Конечно, делаем ошибки, набиваем все шишки, но уже 11 или 12 лет мы на рынке и в числе первых вошли в шоу-бизнес и как-то держимся. Возникают периодически у кого-то какие-то желания у нас отнять, какую-то телевизионную программу или хочется чтобы фирмы Арс не было. Мы работаем, профессионально работаем, отдаемся своему делу. Каким образом вам удалось сунуть в карман такую популярную песню советского, то есть передачу советского телевидения как песня года? Это, наверное, это что, тоже везение? Наверное, да. Потому что в 92-м году тогда это назывался Первый канал, сейчас это называется ОРТ. Они отказались и закрыли эту передачу. Сделали в альтернативу песни года, сделали хит-парад Останкина, но хит-парад Останкина не смог заменить. При всем том, что были современные съемки, были очень хорошие ведущие, был современный язык подачи, материала, но так и не смогла эта передача хит-парад Останкина заменить песню года. И вот в течение 92-го года мы вышли, Арс вышел с предложением на руководство Гостелерадио, что мы возьмем финансирование от себя этой передачи, дайте возможность восстановить, дайте возможность эфирного времени. И так по сей день мы владеем этой передачей, но это проект не фирмы, а все равно намного шире, это общий проект. Говорят, что шоу-бизнес очень прибыльное дело, несмотря на общую какую-то общую ситуацию, что сейчас происходит в российской экономике. Это на самом деле так, или это просто тоже какой-то миф постороннего человека? Это миф постороннего человека, потому что бизнеса во всем этом нет. Для того, чтобы произвести компакт-диск, надо потратить доллар пятьдесят. Для того, чтобы его продать, можно получить только доллар назад. Так что бизнеса во всем этом нет. Концерты ходят, на концерты ходят люди только на, ну, можно по пальцам перечесть, исполнители, на чьи концерты ходят. Так что бизнеса нет. Но вместе с тем, сейчас только его и надо строить, потому что когда через два-три года страна выйдет из кризиса, как раз тот, кто удержится на рынке, тот и сможет заниматься бизнесом и останется в бизнесе. Конкурентов у вас много? Достаточно. Как вы боретесь с конкурентами? Никак. Никак? Вот с прессой я борюсь таким образом, вот и идет какая-то отрицательная на меня, вот идут какие-то заказные статьи, идет какой-то накат такой, а я им творческий вечер. вот когда на четыре часа новых песен и ответил. Вот. С прессой таким образом, а с конкурентами по бизнесу да никак. Все настоящее выживает же. Вы что, хотите сказать, что вы никогда не заказываете какие-то гадкие статьи в прессе по поводу своих конкурентов? Не разу. Что человек жадный, нет? Нет. Нет? Нет. Это не мое оружие. Вы действительно такой спокойный, состенчивый, безобидный. Это действительно все так, как это выглядит? Ну, наверное, если меня очень допечь, то это, наверное, будет не так. Но во все остальное время, когда все спокойно, я спокоен. У вас крыша есть какая-то? В каком смысле? В том смысле. Нет. Нет? Можно и без этого? Можно. А в голову не приходит приходить что-то просить меня. Я как бы на сцене, я композитор, я художник. Я же не бизнесмен в том, что я там зарабатываю деньги и я в творчестве. И только в творчестве. Не, ну я говорю, что я в бизнесе тоже, но все это связано с творчеством. Вы свой бизнес проверяете постоянно, чтобы какие-то ваши деньги не ушли куда-то налево? Или вы доверяете своим подчиненным? Я долгое время доверял, но на доверие испекся. Несколько раз меня обманывали и крупно обманывали. Вы хорошо понимаете значит, в этой бухгалтерии расходы? Там, где много украли, там я понимаю. вы ничего не будете чаяли, только вода. И сегодня вообще никакой еды до завтрашнего дня. Характер у вас. Очень многие композиторы, ваши знаменитые коллеги почему-то обнаружили, что у них существует еще, кроме прочего, талант вокалиста. Вы об этом никогда не думали? Это опять в той серии, чтобы деньги не ушли. Да, да, да. Я понял. Нет, я в себе не обнаружил этот талант вокалиста, но вместе с тем я спел три песни. Да? Да. И не по своей воле. Какой успех? Не по своей воле. Первый раз были мои вечера и мы с Игорем Николаевым написали песню «Ангел-хранитель». И Игорь настоял, чтобы я... Я как раз думал, чтобы он начинал петь Серов. А Игорь, автор стихов Николаев, настоял, чтобы первые строчки четыре пел я. Вот это был мой первый выход. «Не всерьез». Второй выход «Не всерьез» был незаконченный роман с Ирой Аллегровой. А вот, потом совершенно тоже несерьезная была песня «Ветка каштана» слаймой в Айкуле. Ой, еще была сольная песня «Хрустальный бокал». В общем, я... А вам не кажется, что эти случайные... Ну, больше не будет. Больше не будет. Больше не будет? Точно не будет? Абсолютно. То есть, эти лавры вам не нужны? Нет. Кажется, я должен заниматься своим делом. Композитор писать, музыку, певец петь, звукорежиссер записывать. А вот, когда человек начинает лезть не в свое дело, получается, не всегда хорошо. Скажите, пожалуйста, вы же, когда вы пишете какую-то песню, вы уже точно знаете, кому вы это делаете? Абсолютно всегда по адресату, да? За редкими исключениями, когда песня не подошла одному исполнителю, и вдруг она подошла другому. За редкими исключениями, но эти песни и не были заметны. А скажите, в последние годы были такие случаи, где какой-то мерзавец говорит, у вас есть для него песня, что, ты знаешь, мне это не очень-то нравится. Собери обратно. Мне нравится? Нет. Исполнителю мне нравится. Вы предлагаете, да? А, было? Все годы было. Серьезно, да? Конечно. И без обид это все проходит? А как можно с обидами? Да? Да, но интеллигентнее всех в этом плане был Валер Леонтьев. Когда ему не нравится песня, он говорит, к сожалению, я не справился с данным произведением. Валер Леонтьев Это правда, что за участие в заключительном концерте «Песня года», да, это где-то происходит в Кремле и так далее, требуется от участника 50 тысяч долларов? Это вранье. Это вранье. Чистое вранье, конечно, раньше, раньше, но таких сумм никогда не было. Это было что-то приблизительно в пять раз меньше, в шесть раз или там. Но периодически, периодически, когда невозможно было финансировать, когда Телефиния перестала финансировать эту программу, и надо было сделать рекламу всего проекта, надо было построить сцену, надо было нанять современную технику, свет, и все самые лучшие группы, конечно, был приличный минус, и мы обращались за помощью к тем или иным исполнителям, не ко всем, где-то приблизительно процентом к 15 от того, что было, но это уже закончилось. Так что все разговоры о том, что все покупается, тем более за такие деньги, нет. На самом деле нет. Талантливые, подавайте хорошие песни, и будете в финале песни года. Что вы делаете тогда, когда между вашими артистами, то есть, которые работают с вами, у них между собой что-то не складывается, то есть, они терпеть не могут друг друга. Вы, значит, тут в этой ситуации являетесь каким-то дипломатом, чтобы не весь мир узнал, как они ненавидят друг друга? Ну, к счастью, вот на моих творческих вечерах такой ненависти не наблюдалось. Конечно же, когда собирается финал песни года, там существует всякие там подводные течения, где-то ненависть, где-то зависть, где-то, ну, там очень много всяких чувств, все оттенки чувств, которые только есть в природе, есть между артистами, и это понятно, потому что артисты это ранимые люди, это эмоциональные люди. Вот, на моих творческих фичерах нет, там как бы существует определенная тональность общений, существуют определенные взаимоотношения, и, к счастью, никаких эксцессов никогда не было. Вы человек обидчивый? Да, можно обидеть. И тогда раз и навсегда, да? Ну, нет. Надо очень уже обидеть, чтобы раз и навсегда. Такие случаи были? Были. Кого-то выгнали? Да, были такие случаи. Безвозвратно? Сейчас вы подводите, ну, кто он? Нет, нет, нет. Это зритель уже знает. Как-то был день рождения у моей дочери, и за две недели я говорю, мы уже купили тебе подарок. Она говорит, что это? Я говорю, не скажу. Ну, скажи, черненькое, беленькое, не скажу. И вот часа два продолжался этот допрос с пристрастием. Ну, что это? Живое? Собачка? Кошечка? Нет, черненькое, беленькое. Нет. И уже к концу, на исходе второго часа, я говорю, Вика, я уже не могу, у меня вот такая голова. Она говорит, все, все, я заканчиваю. Последний только вопрос, можно? Я говорю, ну, давай. Что это? Гениально. Да, это очень хорошо. Как у вас вообще с вашими детьми отношения, так сказать? Они акцептируют то, что вы делаете? Или их привлекает совершенно другая музыка? Ну, что-то нравится, что-то не нравится. Я не забуду, как когда-то меня пригласили на интервью с моим сыном. На радио пригласили. Это было очень давно, это было лет 7-8, на чем совсем был малыш. И вот, пока мы ехали на радио, я ему говорю, Коль, там тебе могут задавать вопросы, ты должен быть готов к ответам. Ну, Я говорю, ну, могут спросить, какая твоя любимая песня? Он говорит, ну, и что я должен ответить? Я говорю, ну, скажи, ты меня любишь в исполнении сервова? Да. Он говорит, пап, ну, мне это нравится Гузин, как я буду говорить, что у меня твои, мне не нравятся твои? И так и сказал на радио. конечно, а что со мной играть? Чем он сейчас, его привлекает, он уже в этом возрасте, что, кажется, примерно 20 лет ему, Ему 18 будет. 18 лет. Да, учится в университете. Учится в университете? Да. То есть, никакой тяги к шоу-бизнесу пока нет? Нет, нет. У него была тяга играть на инструментах, но, как только он понимал, что через два дня, после того, как инструмент у него в доме, он не начинает играть на рояле, как Рихтер, а на гитаре, там, как Пако де Левсе, или там, то он переставал заниматься всем этим. Усидчивость. И сейчас в университете у него специальность какая будет? Он будет экономист, но усидчивости у него не добавилось. Да? Да, так что, хотелось бы, чтобы он был хорошим экономистом. Создается такое впечатление, что вы в российском шоу-бизнесе занимаете прочное место первой тройки, куда еще войдут, кроме вас, Алла Борисовна и Иосиф Тавыдович, и вы. Вы можете решать очень многие проблемы отдельно и владеть ситуацией в общем. Это так? Или это... Да это ошибочно все. Ошибочно? Конечно, ошибочно. Да, если Алла Борисовна во всеуслышание скажет, что я считаю, что этот певец талантлив, если она захочет ему помочь как-то, действительно, в какой-то момент ему это поможет на каком-то этапе. Но для того, чтобы сейчас стать звездой, надо все время постоянно профессионально заниматься раскруткой. Это может делать первый канал, тот же продюсер Константин Эрнс. Это может делать шестой канал, это могут делать рекорд-компании на сегодняшний день, Реал-рекорд, Арс-рекорд, это может быть... А личности там, вот вы говорите, тройка, ну, как-то подтолкнуть что-то, помочь можно, но это не называется, что это изо дня в день будет творческий процесс, когда... Ведь никто не занимается молодыми исполнителями. Но практически те звезды, которые уже имеют свои позиции на рынке, они же крайне не заинтересованы о том, чтобы появились молодые, тем более талантливые, перспективные конкуренты. Это просто золотое правило. И они могут говорить все, что угодно, на самом деле, это так. Вместе с тем, рядом с Пугачевой появились много новых имен. Значит, здесь важно оторваться от этих мелких всяких разборок и понять, что молодежь должна подниматься и надо ей помогать в этом. Рядом с ней много же имен поднялось. Игорь, вы считаете, что в российском шоу-бизнесе, что касается эстрадной музыки, вот это... В принципе, в принципе, все более-менее справедливо. Имеют, так сказать, имеют то, что имеют те, которые это заслуживают и не имеют те, которые не заслуживают. В принципе, так. Если вот так в двух словах поставить вопрос и проблему, как вы ее озвучили, я не думаю, что это так. Не все справедливо. Но вместе с тем, отправные точки на сегодняшний день конкурсы были. Когда-то Юрмала, потом Ялта, потом как-то Славянский базар. Но конкурсы не дают. Даже Юрмала когда-то дала Сашу Малинина, Олю Кормухину, Азизу, Леню Агутина дала Ялта. А Сосо Павляшвили Дала Юрмала. На сегодняшний день нет конкурса, никому это не интересно. Это дорогостоящие все мероприятия. И у нас со стороны конкурсов звезды не появляются. Вместе с тем звезды могут появиться от раскрутки русского радио, Хит-ФМ, Европы Плюс, поддержанные телевизионными проектами. Сейчас несколько другое время для и возможность стать звездой. Вам это действительно интересно? Мне интересно. Абсолютно интересно? То есть это просто какой-то азарт, да? Я не могу сказать, что это казино, но это интересно. В принципе, ваши прогнозы, они сбываются, да? Вы человек настолько опытный, да? Более-менее, да? Процентов на 60-70. Я, например, проморгал появление Меладзе. Когда Женя Фридлин сказал, вот я занимаюсь Меладзе, и я прослушивал его, я сказал, Женя, он никогда не раскрутится. Ну вот, говорю. Сейчас жалейся об этом. Ну, почему я жалейся? Появилось новое имя, появился такой романтический, талантливый человек. Но все, как и так сказать, это не ваш артист, да? Ну, какая разница? Практически действительно разницы нет? Нет. Совершенно. Что вам еще хочется, Игорь? Ой, мне много и хочется. Что? Во-первых, не утерять то, что все есть. А во-вторых, вовремя уйти. Куда уйти? Ну, вот если почувствовать, что не мое время, вовремя надо уходить. Куда уйти? Ну, как-то из этого дела. Я боюсь быть смешан. Может быть, это знак мой? Такой. Вот. В личной жизни вы нашли свою счастье? Да, я нашел. В конце концов, да? Ну, не знаю. Ну, понятно, что не в первой половине жизни, во второй, но нашел. Так, на самом деле, очень важный момент для любого музыканта, для любого композитора, когда семья, когда твой тыл, и ты спокоен, и тебе хочется в дом. Вы такой, не такой тусовочный человек. Нет, не тусовочный. Нет? Домашний такой, тапочки, да? Перед сном плавание и так далее, да? Нет, ну, это не совсем тот образ, который вы нарисовали. Но, но я особо не люблю тусовки. Надоело все? Нет, почему? Ну, я и не привыкал, не привыкал к ним. Для меня важнее в студии поработать, для меня важнее на работе что-то сделать, встретиться что-то с кем-то, песню написать, с семьей побыть. Для меня это важнее. Но тапочки домашние, это как-то вея чем-то другим, чем-то пенсионным таким. Нет, не так. Скажите, такой основной вопрос для любого дворческого человека вашего ранга. Супка Вариндак. Все изумительно. Новые песни, работа в студии, новые проекты, хорошо, интересно и так далее, и так далее. Но откуда идет мотивация? Ради, по имени чего ты это делаешь? Ну, мы же уже больные люди. Понимаете, когда ты слушаешь свою песню по телевидению, слушаешь по радио, видишь по телевидению, слушаешь по радио, слушаешь на пластинке, и это с тобой написано, и эти твои мысли кто-то произвел, и отсюда все это идет, и народ слушает, и если это народу нравится, мы уже больные люди. Я не говорю о певцах, которые открылся занавес и в зале аншлаг. Этот человек уже болен до конца своих дней. А для композитора, который исполняется, который исполняется популярными певцами, конечно же, чем дольше будет его творчество востребовано, тем более счастлив будет он. Вы уже стали таким официальным композитором, вас часто приглашают в Кремль, наверное, с вами посоветуются по разным вопросам и так далее. Без этого работать на том уровне, где работаете вы, невозможно? В политике где-то надо участвовать? Меня один раз приглашали в Кремль для того, чтобы вручить мне звание народного артиста, присвоить, вот и вручить. Никто меня для советов туда не приглашает. Я не думаю, что в Кремле нуждаются в моих советах. Так что у вас что-то ошибочная информация. Выборы приближаются? Ну и что? Ну и что? То, что и в прошлый раз. Не-е-е. Эти игры мы уже не играем. Абсолютно. Это что, была ошибка? Почему? Да. Просто было много неприятностей таких, после этого, что я даже уже жалел, что мы как-то оказались в этом деле. Жалеете об этом? Ну я жалею не то, там я не жалею о том, что мы предлагали голосовать за Бориса Николаевича ни в коем случае. Но просто выборы, это всегда существует какая-то грязь, тем более, когда идут какие-то отставки, и потом кто-то хочет использовать тот или иной момент для того, чтобы с тобой расправиться. Тем более, никто не знает, чем это кончится. Да, что лучше писать песни, лучше их записывать, это намного благодарнее. Значит, все-таки умный человек всегда делает какие-то выводы из тех ошибок, которых он совершил, да? Вы из этой... Да я не хочу сказать, что это ошибка, но просто соприкасание с политикой, это всегда какие-то, это чревато. Ну зачем рисковать? Ну, есть творчество, есть возможность заниматься любимым делом. Это дело может тебя кормить и твою семью, но зачем тебе рисковать? Успокойся, садись у рояля, в тапочках, проплыви свой километр, да, и живи дальше. Спасибо, Игорь, мне было очень приятно с вами. Спасибо, мне приятно было с вами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok